всем привет мы начинаем 3 2 тура так мы силой не дождались полчаса его ждали стали звонили андрей нас проигнорировал так что сегодня в колледж наташи на двоих разыграют так что какие изменения будет одна картинка в отличие от прошлого процесса узнали 100 кейтинге силовую картиночку а так что по странам интересно и гена это дежавю не было такого так а он как первого раунда вот мешки там про мешки а вот а вот интересная тема что вы имя не тебе про коров что и будет да про коров про время до прихода советской власти слово субботник имело другое значение так гимназисты называли это Наталья а может быть вид наказания порку совершенно верно коллективную порку а давайте попробуем как раз что вы имени тебе за 400 ой я по привычке советский зоотехник с говорящей фамилией бычков установил зависимость этого от формы в имени не буду рисковать не буду тоже не очень хочется на самом деле ничего там сложного просто продукт давайте там уже за 300 давайте на славянский праздник людей подольские хозяйки смазывали в имя этим чтобы все давали больше молока масло а ну просто масло я думала там уточнять надо ну ладно я в любое засчитал особи бельгийской голубой коровы внешне напоминают представителей этого неолимпийского вида спорта они мускулистые как будем такие страшные мышцы такие все состоят символом этой телепередачи был глиняный клоун которого автор передачи евгений петросян купил в германии а частная версия можно озвучивать что она никого нет кривое зеркало а еще одна была такая давайте там же в сентябре 2017 российские клоуны призвали запретить показ этого фильма в России это фильм ужасов оно там клоун злой был картинка такая надеюсь все видят памятник этому знаменитому клоуну находится в армянском сах сахадзоре как же его я вот тоже подумала про него именно так звали клоуна из сериала симпсоны по-моему его звали красти хоть что-то помню оттуда давайте добьем бьем клоуна фильм клоуна этого культового режиссера является частично документальным частично художественным пока никто не взял это фильм Федерико Феллини именно в этой части самолета хотели перевезти корову в охоту на спектр национальной охоты я не смотрела отрывками сейчас перевезла бомболюки перевозили давайте мешки попробуем открыть в 1975 году этот мультфильм получил приз серебряная русалочка на международном фестивале приказочных мультфильмах куда-то комфортно частная версия можно да? озвучу я не знаю мешок яблок какой-нибудь ну не была уверена ладно давайте там уже за 400 в мешки она прятала и черта и голову и дьяка и казака чуба это Солоха не знаю это кто-то зачарованный а давайте там же 300 английская поговорка убийца выйдет наружу является аналогом этой пословицы да чё я жму что-то про мешок понял я понял не, пас Наташа подбирай ну может быть сила в мешке не утаишь надо нажать сначала Антон я нажала сила в мешке не утаишь вот это да а давайте там хорошая тема мешок с таким содержимым получил Одиссей и вдруг Эола а ну насколько помню там ветра были пурья ветров да хорошо именно туда пытался на скорость упаковаться шурик в кавказской пленнице туда в спальный мешок да давайте обоиски темы откроем этот приключенческий роман Жюль Верн написал в авторстве Сан-де-Лори хотя если говорить точнее Верн сделал только вычетку и финальную правку текста ой нет не знаю я даже не слышала про такой в 2000 году глагол настоящего времени и местоимения второго лица были заменены в ее названии на другой глагол повелительного наклонения и местоимения первого лица это передача «Ищу тебя» заменила передачу «Ужди меня» именно этот знак был на груди неизвестного которого искали пожарные, милиция и фотографы в сотворении маршака «Изнан битвен на груди неизвестного, больше не знает, но ничего» «Слова из названия темы принадлежат именно ему» «Кто сразу ищет те обрядчики» «Стыдно, но не знаю, не помню точнее» «Я буду нажимать сегодня редко думать» «Да, подумала другое кто-то» «Впервые песня «Когда уйдем со школьного двора» прозвучала в этом фильме в 2006 году «На обоих играх взяли» «Это фильм «Розыгрыш»» «В 19 веке у школьников не было каникул, детям давали отгул только для этой цели» «Тут все по-водике, даже знать не надо» «Будем знать» «У молодого тюленя на чукольском, камчатском языке зовут «Статитка» «А в простонародье просто так» «Стему школьное» «Тюленя звали просто школьное» «А, ну давайте уже добивать все остальное» «Вымеобразные они – одна из их разновидностей» «Имеют специфическую ячейскую и рисунчатую форму» «Как правило, связаны с образованием тропических» «А, я не знаю, пусть будет грибы» «Образованием тропических циклонов» «Чего, узнать там что-нибудь» «Эти... Так, че есть это ли сам считают циклоны» «Это смерчи типа, наверное» «Нет, по-моему, они смерчи» «Это просто-напросто третьего аэрофона хмута» «Это просто облака» «Первая версия была» «Ладно, дальше добиваем» «Добиваем соточки» «Файл robots.pxt в корне сайта предназначен именно для них, чтобы не проиндексировали» «А для поисковиков, может быть» «Да» «До середины 80-х годов, день 1 сентября «Да, этот урок традиционно был первым в советских школах» «Отличный раунд» «Ну, Коля, так же ты и прошлый раз начинал» «Там был урок мира» «Да, хорошие вопросы, многого не знаю» «Дальше там еще интереснее темы пойдут, но посмотрим» «Коля, начинай» «Именно их учащиеся запоминают при помощи поговорки» «Держи, может» «Да» «Иван родил девчонку и так далее» «Да» «Это не семья махинаторов, а главный порт на реке Днестр» «Ранее известный как...» «Дина» «Бендер, что ли» «Бендер, да» «Джейми Рейнер» «Недавно сказал про него, что он сочетает в себе лучшие качества Терри, Видича и Фердинанда» «Верджил Ван Дейк» «Во, веселее пошел, футбол вопросы пошли» «Коня выбирает» «Он группируется вокруг коррекея, там по своей функции подобен хору в опере» «Верджил Ван Дейк» «Фитик «Диар» «Плюс 20, это не только средняя декабская температура воды Александрии, но и «Он». александр я не просто понятно что не бронх по телефону на хорошо 20 начинается если кто-то ведет себя неуравновешенно перед балмошном упоминается она попавшая под хвост тут же продолжим за 200 1950 годы она использовалась как летняя одежда на южных курортах а ее название пришло из хинги за вообще подходит чаще подумал пижама только мне пришло в голову это условно съедобный гриб а вот и не девушка в крупнейшей в мире реки не впадающий в мировой океан а волга грибов ланка заглавие книги ильфа и петрова написанной тридцать пятом плеческой годах он был один книга одноэтажной америки соответственно это был этаж америки не подумала я придумала книгу но не бразильское виноградное дерево плоды которого растут на струле и главных ветвях также известно под этим названием неожиданно пойдем сюда было в 2009 было бы как это телесеть таким же названием как и у этого в прошлом поисковика а ныне медиапортала родившегося на четыре года до яндекса че слышали это раз я после упражнения трамваев и этот город стал единственным в россии миллионником без рельсового городского транспорта действительно зачем трамвае колыбели русского ммр географии россии тура меня тоже меня тоже твоя существование прекратила это популярная в девяностых группа из манчестера пересохла даем была популярная группа алис хороший вопрос 1 января на седьмом сезоне завершился этот телесериал канала стс прославивший анастасию заворотнюк моя прекрасная няня до выиграл ком он же beeline поглотил эту телекоммуникационную кампанию бывшую монополистом на услуги доступа в интернет вряд ли она была названа в честь героя пятого элемента все поиска да нет Именно его часто называют главным человодом Украины. А, зачем какой-нибудь Виктор Юрченко? Ну, все правильно. Ага. Ваю за 200. Джампьера Коби в двадцатых, Стефано Таркони в восьмидесятых, иди на блок в семидесятых годах были лучшими имени. По-моему, вратари Ювентуса. Большие успехи этого хоккейского тренера связаны с работой в финском ТПРС. Дальше эту же тему. Он является тестьем Олега Дерипаски, а также был взятим первого президента России. В русском языке для ее обозначения может использоваться одно из двух похожих слов. Но оба происходят от названия горной цепи и от Ватерслава. Валюта ЮАЗ. Поняла где-то горный массив, но не подобралась ничего под бумагой. В 1990 году в Новосибирске появилась первая на территории СССР КАЯ Компьютерная сеть. Фидонет. Это рок-певец, одна из самых ярких представителей сибирского пикграунда конца 80-х годов. Одно время была участницей группы Гражданская оборона. Стоянка Дягилева. Новосибирск является родным городом для этого музыканта. Можно жать. Участника команд КВН, НГУ и дети лейтенанта Шмидта, а также ведущего ряда телепроектов, включая Галилео. Вообще-то я не знаю, музыкант ли он, но Галилео вел вкусной. Конечно, он музыкант. Я не знала, что он музыкант за передачи досмотрел. Каверы делает. Завод по производству этой средобной продукции для армии был построен на территории современного Новосибирска в 1903 году и должен был выдавать 1 миллион кудов в год. Сухарьон должен был выдавать. Последняя тема раунда. 25 октября 2003 года в аэропорту Новосибирска был арестован этот политик и общественный деятель, помилованный через 10 лет. сразу после этого обосновавшийся Швейц-Старей. Думаю, все вы о нем слышали. Это Михаил Ходорковский. В прошлой игре была интересная версия, что это Обама. Это Марс? Да. Это Саня отчитывал. Но он, правда, до Швейцарии. Оказалось, там был интересный факт с Обамой в Руси. С Обамой с сенатором. Коль, скажи, какую я нажму. Культура и субкультура за 100. Поехали. В их полном названии часто вместе встречаются слова «культура» и «отдых». В парке культуры и отдых. Давай за 200. Ну, теперь можешь... А, опять, да. Не могу. Да-да, не можешь. Такое. Своё распространение эти предметы получили среди хиппи, которые, в свою очередь, позаимствовали их у индейцев, которые после обмена ими считались названными братьями. Также считалось, что носить подаренную её нужно, пока сама не порвётся. Я примерно понимаю, о чём речь и как это называется, не знаю. Называются они «пенечки». Давай Анне за 100. Визначный профиль именно этой женщины запечатлён рукой Пушкина на полях Евгения Онегина. Да, может быть, это Анна Керн. Да, может быть. Ну, давайте там же Анна за 200. Здравствуйте. Королева Англии, Шотландии и Ирландии Анна, ставшая первым монархом Соединённого Королевства в Великобритании, заодно стала последним монархом из этого знаменитого рода. Да ладно, надо отвечать что-нибудь. Увы. Последний стюартов у нас там. Там же 300. Шестая дочь российского императора Павла I Великая княжна Анна Павловна в 1840 году стала королевой этого государства. Сырного не стану жаль. Стала королевой Нидерландов. На президентских выборах 2012-го эта бывшая пятая ракетка мира была доверенным лицом Михаила Прохорова. Курникова, наверное. Нет. Ну, понятно, что не Курникова. Тренером подготовки Карякина перед матчем за звание чемпиона мира Пашатлана. Это Анна Чеквитаджа. При знакомстве с графом Дела Ферр или Ди Винтер Использовала этот созданин. Анна Д. Бейн. Ну, или Анна Бейн. Да, да, да. Тут Бейн все правильно. А, давайте попробуем в переводе за 500. Известно, что первая по мировому количеству переведенных экземпляров книга, Библия, а среди литературных произведений первое место занимает эта повесть-сказка, переведенная на более чем 250 языков. Ой-ой-ой. Алиса в стране еще здесь. Увы. Это маленький принц. Не знала, но будем знать. За 400 там же. Самым сложным языком в мире считается абразийский. В настоящее время сохранился он главным образом. В этой республике Российской Федерации является одним из пяти официальных языков. Тува. Нет. Похоже, ты Максима решил давно. Карачаева-Черкесия. Этот знаменитый писатель перевел на русский язык произведение Марта Твенна Ридерда Кипринга Оскар да Увальда. В 2006 году он обобщил свои знания о теории художественного перевода в книге «Искусство перевода». Все вы его тоже прекрасно знаете. Из детства. Коньячкос. Этот фантастический фильм «Кинопрокате Израиля» вышел под названием «Восьмой пассажир». Ну, там хоть по смыслу подходило. Но дальнейшее возвращение «Восьмого пассажира», «Восьмой пассажир 3» и так далее, ни в какие ворота не лезут. Ридрис под эту фаншизу начал. Он на сегодняшний… Чужой. Чужой. Есть несколько версий происхождения имени Камилла. Самая распространенная. Перевод образовался от датского, голландского или немецкого слова, означающего «этот цветок». Гадать тут нечего. Если гадать, ну пускай будет ромашка. Ударная тема за 500. Терпи этот удар и более ни одного. Такими словами иногда заканчивается этот ритуал. Это ритуал посвящения в Руцаре. Ну вот была, но я как-то не решила этот ритуал. Гадать. Это произведение Ивана Бунина легло в основу расстоянияного фильма. А ну это «Солнечный удар». Давайте продолжим. Смертельный эпопрессический удар настиг этого капитана в гостинице адмирал Банн Боун. Так, ну может быть это Билли Бонн. Этот удар проводил Борис Буткеев из Краснодара. Борис Буткеев из Краснодара проводит апперкор. Ну откуда это? Это из Высоцкого. Песня Высоцкого, песня о сентиментальном боксере. В 2014 этот глава партии «Удар» был избран на должность киевского городского… Давайте посмотрим, что за фестивали тут едут. На один из первых официальных рок-фестивалей в истории СССР весенние ритмы съехались все звезды того времени. «Машина времени», «Аквариум», «Земляне» своим присутствием почтили этот ныне столичный город. Я думал «Гроб», но на обоих играх не дали. Я не знаю. Первый фестиваль в Бельфике проводился. Шеварнадзе его еще там открывал. «Хрустальный глобус» – высшая награда международного кинофестиваля в этом курортном городе. Танны. Нет. Это Карла Умара. Узнала этот факт, но забыла. Музыкальный фестиваль команд КВН носит такое название. «Восящий Кевин». В 2004 году детский ежегодный фестиваль «Юмарина» прошел под названием «70 лет такой власти», намекая на 70-летие этого президента клуба одесситов. «70 лет такой власти». «В лоб были что в Таиланде ежегодно устраивают фестиваль для них. Угощая сосисками на гриле, фруктами, мороженым и другими лакомствами. Благодарность за привлечение туристов». «Славный». «Увы». «Рядом». «В обоих первых проституток упоминали». «Вообще это обезьян». «Обезьян угощает, да?» «В не самом лучшем своем видео он предлагал Шнурову побазарить за культуру». «На заре своего появления эта субкультура имела общий черкиф стиля с модами «Яманск» и «Ямайскими рутбойами». «Называлась хардморс». «Примечательно, что поначалу в ней можно было встретить чернокожих». «Последний вопрос игры». «И это трехзначное число в североамериканской наркотической субкультуре означает популярное время употребления марихуаны». «Что ж такое? Никто не узнает». «Ну, откуда ж это знать?» «Это 420. Все вопросы выбраны. Наташу поздравляем с первым местом. Коля». «Спасибо». «Пои два балла. Увидимся в следующем раунде». «Всем пока». «Спасибо за проведение. Коля, спасибо за соперничество». «Вообще не за что». «Колю остается еще раз поздравить с победой Манчестер Юнайтед». «Всем пока».